Аплодисменты 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 Иисус, он пришел в свое отечество, я его читаю, потом мы поговорим. И придя в отечество свое, мы понимаем, что такое отечество, да, то есть на родину приехал, то место, где он рос, потому что Иисус, мы знаем, он родился в Вифлееме. Иисус, он родился в Вифлееме, но он в Назарете был воспитан, он рос там, и, соответственно, он пришел туда, придя в отечество свое, учил их в синагоге, и так, что они изумлялись и говорили, откуда у нее такая премудрость и силы? Не плотник ли он, сын, не его ли мать, называется Мария, и братья его, Иаков, Иосиф, Симон, Иуда, и сестры его, не все ли между нами, откуда же у него все это? И соблазнялись о нем, Иисус же сказал им, не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем, и не совершил там многих чудес по неверию их. И вот этот последний стих, вот мы о нем поговорим, и вот конкретно эта вот последняя фраза, что причина, почему многие в его отечестве, они ничего не получили, и как бы оказались обделенными им, его служением было неверие. Вы знаете, друзья, я вспоминаю просто свое детство, свою юность, и я удостоен такой, один из тех, кто удостоен такой чести, я родился в христианской среде. У меня бабушки, дедушки, мамы, папы, прабабушки, прадедушки, дяди, тети, то есть все окружение, в котором я рос, это христианская протестантская среда. То есть они молились за меня, куда не приезжал бабушка, что первое, внучек мой дорогой, я тебя благословляю, и вот в таком ключе. И поэтому я просто купался вот в этом благословении, вот, но когда пришло время, я вырос, я уже пришел с армии, я поймал себя на мысли, что, то есть я приходил на служение по обыкновению, уже привычка во мне была, то есть Пасха я обязательно в церкви, то есть воскресенье я не могу по-другому, я не представляю себе, что я пошел куда-то, как не в церковь. И, конечно же, по привычке я приходил в церковь, но внутри себя я вновь и вновь все больше и больше ощущал вот этот раздрай определенный. Почему? Меня влекло в мир моим друзьям, с которыми я вместе вырос, с которыми рос, мы вместе учились и так далее. Эта компания была моя, я приходил в церковь, я вроде бы в своей среде, я слушаю, но заканчивается служение, я просто поднимался, я уходил обратно туда, к своим друзьям. И поэтому, когда однажды мы с супругой, на тот момент, она девушка, мы еще, я парень, мы встретились и общались, она говорит, я не поняла, как это может быть такое. Мы в одной церкви столько лет, и мы никогда не видели друг друга и не знали о друг друге. Представляете? Мы просто даже не... Я говорю, как, ты отсюда, и я отсюда, как такое может быть? Ну, оно так вот. Потому что, когда заканчивал служение, я уходил туда, в мир, я был друзьями, ну, в мире. Я понимал, что внутри меня происходит вот этот вот дисбаланс. И я молился, говорю, и однажды, вот просто пред Богом, когда молился, я говорил, Господь, я понимаю, вот я понимаю, о чем мне говорят мои родные. Я смотрю, я слышу, я прихожу в церковь, я понимаю, о чем проповедит пастор. Я не могу так служить, как они. Я не могу так себя посвятить, как они. Я не могу вот так погрузиться в это все. И я понимаю, какой-то вот барьер был передо мной, и я не мог его переступить. И что-то это было внутри меня. Я просто честно говорил, Бог, помоги мне. То есть помоги мне переступить как-то. Приди в мою жизнь. Помоги мне, я не могу его сам преодолеть. Я не могу себя тебе вот так посвятить и быть твоим. И я понимал, что это определенное неверие, определенное сомнение. И вот возвращаясь к нашему тексту Писания, о котором мы сейчас прочитали, там вот эта фраза. И не совершил там многих чудес по неверию их. Когда мы заглядываем в словарь, обычный словарь русского языка, то мы находим такое объяснение, что неверие – это элементарно отсутствие веры, то есть неуверенность. Отсутствие веры – отсутствие уверенности. То есть ты можешь приходить в церковь, ты можешь слышать о Боге, но не имея внутри себя уверенности и имея наоборот такую неуверенность, сомнение. То есть это говорит о том, что у тебя просто элементарное неверие. И наоборот, когда мы читаем пояснение слова «вера», словарь говорит нам, что это убежденность, глубокая уверенность в ком или в чем-нибудь. В данном случае мы говорим о Боге, мы говорим о вере в Бога. И мы понимаем, что вера, она подразумевает уверенность, твоя убежденность. И когда ты проснулся ночью, тебя разбудили, сказали, кто такой Господь Иисус Христос, ты твердо и уверенно, символически, да, говоришь, Он Господь, Он Сын Божий. Помните, когда Иисус говорит ученикам, а кто я для вас? И Петр за всех сказал, как кто? Сын Божий. Он говорит, блажен ты, Симон, потому что не кровь и плоть открыли тебе, но вот именно Отец мой Небесный, Он открыл тебе, и ты имеешь это внутри себя откровение. И мы понимаем, что отсутствие этого откровения, оно придает человеку неуверенность, неверие. То есть ты вроде бы, вроде бы, да, вроде сын, вроде бы он среди нас рос, вот они говорят, отечественники, среди нас рос, вроде бы вот все, как мы его знаем абсолютно. Вот его там родные, близкие, знакомые, но откуда в нем это? Откуда вот это что? То есть неверие, оно не дает человеку возможности принять, что это в нем не его, а что Бог через него действует. То есть мы понимаем, что пастор наш, он благословенный человек, но мы разделяем его как человека, и мы его разделяем как помазанника, мы понимаем, что через него действует Бог, Духом Святым, но в то же время мы понимаем, что он может ошибаться, как обычный человек. И мы делаем на это поправки, правда же? И когда видим, что он не так сказал, мы, Господи, благослови пастора, ну, ничего, помоги ему, больше не говорит, ну, например, если. Но в то же время мы ожидаем от него мудрости Божьей, мы понимаем, что когда он выходит и говорит, и открывает уста свои, с его чрева, как Писание говорит, потому что Дух Святой из чрева потекут реки, воды живой, не отсюда знание приходит, но из чрева от Духа Святого идет это знание Божье, потому что Дух Святой открывает свои церкви, и он учит свою церковь, наставляет. Почему? Потому что его задача привести церковь в святое состояние, чтобы церковь однажды, как невеста, представь пред Христом, как женихом, она была в прекрасных одеждах, она была готова, она была как невеста подготовленная, и он принял ее. И вот это Дух Святой совершает через нас, как служителей. И вот мы возвращаясь к этому тексту, неверие и вера, да, то есть неверие, отсутствие веры, уверенности, вера это убежденность, глубокая уверенность, в коме или в чем-нибудь. И вот интересно, несколько таких мест Писания мы почитаем, вот именно, что происходило с людьми, то есть которые имели неверие, и те события, которые вот как бы происходили вокруг них. Вот Евангелие Марка, 9 глава, мы почитаем 20 стих, 9, 20, 25. Евангелие Марка нам повествует о человеке, все помните, на горе преображения произошло, Иисус спускается, люди, ученики, там разговор, к Иисусу подбегает, мужчина падает и начинает говорить. И привели к нему, то есть я уже опускаю вот эти события прежде, вы можете дома почитать, Евангелие Марка, 9 глава, мы начинаем с 20 стиха ниже. И привели к нему, то есть к Иисусу, то есть этого мальчика. И как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его, он упал на землю, валялся и спуская пену. И спросил Иисус отца его, как давно это сделало с ним? Он сказал, с детства, и многократно дух бросал его и в огонь и в воду, чтобы погубить его, но если что можешь, сжалься над нами и помоги нам. Иисус сказал ему, если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. И тот час отец отрока воскликнул со слезами, веруй, Господи, помоги моему неверию. Иисус, видя, что сбегается, народ запретил духу нечистому, сказав, дух не мой глухой, я повелю от тебя, выйди из него, впредь не входи в него. Дорогие, вот я читаю это местописание, мы часто его слышим, ну как бы верим, но помоги моему неверию. На самом деле, читая его, я понимаю, я уверен для себя, что абсолютной неверии в сердце отца было. Он привел сына к ученикам, они что-то пытались сделать, ничего не получается. Вы знаете, и он говорит, что с детства с этим мальчиком, вы вспомните, когда ваша проблема длится годами, и как вера внутри вас, она уже там где-то, где-то. И когда вы куда-то очередной раз обращаетесь, вы как бы какая-то теплющаяся надежда, что там могут вам помочь. И здесь Иисус появляется, и он как последней надежде обращается к Иисусу, но он выражает, что фактически у него нет никакой неверии, ну никакой веры внутри его. И смотрите, для себя я просто подметил такой момент. Иисус хотел бы что-то, я думаю, что он хотел бы ему сказать еще что-то, потому что здесь по тексту читаем, что Иисус говорит ему, что все возможно верующему. Он говорит, ну я верю, но помоги моему неверию. И я думаю, что Иисус еще что-то сказал бы, но он увидел, что народ сбегается, и надо срочно что-то делать. И он просто-напросто этой ситуацией как бы, ну подгоняемый, я думаю так, он говорит, исцеляет этого юношу и как бы отпускает. Вот. Не желая, чтобы собралась вот именно толпа, вот именно происходящего. Человек говорит о неверии внутри себя. И дальше вот именно читая другие места Писания, Иуда, например, книга Иуды, послание апостола Иуда, Иуды, нам говорит еще такое, пятый стих. Иуда, повествование своем, он вспоминает те древние времена и говорит о Израиле. Друзья дорогие, те, кто читает Библию, вы прочитывали обязательно, что когда Бог выводил из Египта народ, то из Египта вышли не только евреи. Там же в Египте жили другие люди, которые видели чудеса и славу Божью, видели знамения Божьи. И написано, что вместе с евреями вышли и другие люди. И когда они шли по вот этой пустыне, они были среди них. И написано, что не во всех вера была. И когда Бог вот эти события, которые происходили с ними в пустыне, вот эти прихоти, они проявлялись. То есть там не говорится, что все люди были вот такие неверными или неверующими. Но интересно, что Иуда, вспоминая о тех людях, и смотрите, что он говорит. Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших, неверовавших, что произошло? Они погибли. То есть вот именно вера, можно находиться среди народов Божьего, можно находить в церковь, но твое сердце должно быть обличено верой, уверенностью, убежденностью, потому что неверие как раз-то и лишает тебя, как бы выводит из света в тень. И здесь говорится о том, что Бог в пустыне как раз-то и производил вот эту просейку. Сейчас мы видим, что не один человек, они были с нами некоторые, да, они были такими, кажется, верующими людьми, верили, любили, поклонялись, но потом что-то случилось в их жизни, они просто встали и ушли. И встречая их, мы удивляемся, как может быть такое, чтобы такой контраст, человек верил, любил, надеялся, здесь абсолютно он стал другим человеком. И нам повествуют Писания, и апостолы говорят о том, что неверие стало вот этой причиной, что как бы увело людей из стана израильского, которые оказались вне его, вне спасения. Даже один из апостолов говорит, что не все, он говорит такое выражение, не все вышедшие из Египта с Моисеем. По причине, там говорится тоже, в этом месте Писания говорится о неверии, то есть причина их отсутствия, что они не с Моисеем, вот, что они не спасены, то есть является неверие. А мы говорим, что неверие – это отсутствие веры и уверенности, убежденности. В первую очередь мы понимаем, что причина того, что мы здесь, наша убежденность, что Господь есть Бог. Почему мы поем и славим его? Потому что мы уверены, что Он, Бог наш, образовавший нас, который спас нас и ведет в землю обетованную. Мы понимаем, что наш путь однажды закончится, мы войдем в то удивительное бытие, которое наступит для нас навсегда. И причина этому – это вера в Господа Иисуса Христа. Он стал для нас дверью, и как Александр упоминал, говорил, что мы вошли и вышли, и пажить нашли. Такое выражение интересное. То есть вошли и вышли, и нашли для себя вот это успокоение во Христе, в Боге, в спасении Его. Еще одно местописание упомяну о неверии, и мы перейдем, вот о вере поговорим. Лука, 7 глава, 29 стих. Нам повествует, евангелист Лука, рассказывает такую историю, ну, ситуацию среди народа, которая происходила. И написано, «И весь народ, слушавший Его, то есть Иисуса, и мытари воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым». То есть они послушны были тому откровению, тому зову Бога через Иоанна Крестителя, и они сделали этот шаг, они приняли водное крещение, написано «Исповедую грехи свои». То есть осветились, очистились, чтобы встретить Христа и принять это откровение в лице Христа. То есть они были готовы. Но написано дальше, «А фарисеи и законники, кажется, религиозные люди того времени, они достаточно продвинутые люди, которые должны понимать в вопросах веры». Написано, «А фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе». Не Бог отверг их, а они сами отвергли волю Божию о себе. Через что? То есть не крестившись от Него, не поверив, не веря, не доверяя Богу. То есть, а мы говорим, что неверие – это отсутствие веры, уверенности. А как я буду делать что-то, если я не уверен? Как я буду делать что-то, если я не убежден? Если я не верю, что Иисус Христос – мой Господь, как я уже о себе свидетельствовал, я вырос в христианской среде. Но передо мной стоит вопрос. Я в неком колебании нахожусь. То есть, и я анализирую вот свою жизнь, я понимаю, что это было элементарное просто неверие. Я знал, то есть, внутри меня было знание о Боге, но я не верил, то есть, я не поступал по убеждению. Я видел людей, которые для меня были сильным примером поклонения Богу, но я не мог переступить этот шаг. Я не мог, как они, стать в ряд с ними и поклоняться Богу. Я не мог это себе не то что позволить. Ты не можешь просто, правда? То есть, ты не можешь объяснить, сказать, ну, я не могу. Внутри стопор, такой вот ручник такой затянутый. Ты не можешь просто себе позволить это сделать. Оно внутри тебя. И вот, когда произошла вот эта перемена, я молился, я как-то свидетельствовал некоторым. Эта перемена, не буду полностью свидетельствовать. Но однажды я просто пришел в церковь. То есть, я об этом говорил с Богом. Я никому об этом не говорил, но говорил с Богом, с Отцом чисто и откровенно. Говорю, Бог, я не могу сделать этот шаг. И однажды, просто приехавший, вот так просто в холле, вот как нас холодно, я в холле стоял, я слышал, как проповедующий говорит, есть среди нас те, кто не верит, ну, то есть, желают, покаяться, выходите сюда. И меня как магнитом, как потянуло, вот магнит, вот к металлу, да, тянется. Вот представляете, оттуда меня как потянуло. Я прям испугался, перепугался. Я стою и думаю, что это? Как? И внутри мысли, да ты что, куда пойдешь? У нас здесь, ну, человек 250, наверное, а там 700, там чем-то, молодежи взрослые, мне сколько там, 20 лет. И я думаю, ты что? И мысли, куда ты пойдешь? Ты что? На тебя будут смотреть, а ты же, и все, я себя просто, знаете, так за дверью схватился. Ну, символически, конечно, за дверью, но я внутри, никто не видел этой борьбы, но я просто испугался, я остался, но Бог был милостивый, благ ко мне, и на следующий день еще служения, и только на третье служение, представляете, я когда пришел, я сел, сел на вот так, ну, там лавочки были, я так сел, и только встали, чтобы поклоняться Богу, и я такой, Господь, все, я иду, я за тобой, вот пришла эта уверенность такая, убежденность, и я уже готов был, знаете, и жду, ну, когда проповедники скажут, кто желает покаяться, и я все служение просидел, вот в ожидании вот этого, когда же, и вот, когда закончилось служение, представляете, мой отец выходит на проповедь, проповедует, я сижу, и у меня такая мысль приходит, слушай, твой отец вышел проповедовать, что ты пойдешь к нему каяться, я так, знаете, как запинаешься, так опа, остановился, думаю, слушай, а потом, да, все, я иду, и вот я вышел, представляете, мой отец принимал покаяние у меня, у сына своего, и с того дня, знаете, я уверенно пошел за ним, и буквально через несколько дней приходит мой однослуживец, мы вместе служили в армии, там же дружба своя, армейская, он приходит, слушай, Юра, я женюсь, я приглашаю тебя, ты будешь моим свидетелем на свадьбе, я говорю, слушай, я не могу, почему, я говорю, я теперь христианин, то есть вот эта уверенность, которая пришла в мое сердце, я говорю, я не пойду на твою мирскую свадьбу, и он так хлопая глазами, не понял, что, как, ну ладно, я тебя не понял, он говорит, ну пошел, но для меня это было определенное, понимаете, как бы даже испытание некое, моей решительности, твердости, позиции моей, то есть, ну эта уверенность пришла в мое сердце, друзья, мы теперь говорим о вере, вера, одно из мест писаний, которые хочу пригласить вас почитать, Марка, пятая глава, это с 25 стиха, где нам повествует, Марк, эту историю, которую мы все знаем, женщина, которой 12 лет, она болела, у нее была проблема серьезнейшая, настолько серьезнейшая, что все ее имение, оно просто ушло туда, чтобы лечиться, и она ничем не смогла себе помочь, ну представляете, я так прикинул, думаю, ну если у нее, например, 5 миллионов там дом, там что-то, ну хотя бы вот так, все 5 миллионов, знаешь, она все дом там, и осталась на улице, в конце концов, то есть, ища вот этого выздоровления, то есть, если так прикинуть, если она более богатая была, то есть, знаете, все ушло туда, и она, при вот этой длительной, длившейся болезни, когда она услышала об Иисусе, вот здесь мы читаем, что страдала кровотечением, я читаю 26 стиха, много потерпела от многих врачей, стащила все, что было у нее, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние, услышав об Иисусе, подошла сзади в народе, и прикоснулась к одежде его, ибо говорила, если, хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею, и тот час иссяк, у нее источник крови, она ощутила в теле, что исцелена от болезни, то есть до этого, не буду всю историю читать, вы можете сами почитать, то есть эта женщина, страдая столько лет, она внутри себя ожидала, я думаю, что она ожидала, вот именно, и когда она услышала об Иисусе, внутри ее поднялась такая уверенность, интересно, что читая Евангелие, по-моему, только после вот этого события, впоследствии, встречалась в служении Иисуса, когда люди, имея болезни в толпе, кидались к нему, чтобы прикоснуться к нему, то есть там пишутся, есть такие, и вот как бы, я так думаю, не она ли стала, вот именно тем человеком, который люди увидели, слушая, и так можно, оказывается, прикоснуться, то есть все ожидали, Иисус, возложи на меня руку, там, или помолись за нее, Иисус, приди в мой дом, вот, но один, конечно, воин, помните, он сказал, Иисус, даже не приходи, просто скажи, вот где ты там, а это она просто подожила, тихонько дотронулась, ну, я так для себя подошла, за одеждой его подрогала, и мгновенно получила исцеление, вот, мгновенно, и уже опуская весь текст, Иисус, когда с ней загорел, он сказал, дочь, вера твоя спасла тебя, твоя уверенность, то есть мы читали, что словарь нам говорит, что вера, это убежденность, глубокая уверенность, в коме или в чем-нибудь, в данном случае, просто глубокая уверенность, что я прикоснусь к его одежду, я получу исцеление, вот иногда с кем-нибудь разговариваешь, он прям, я вижу, он пыщет, вот именно, вот этой уверенностью, кажется, ничего не говорит, вот внешне, что вот будет ответ, а он говорит, а я знаю, искупитель мой жив, у меня будет помощь, у меня в бизнесе прорыв, у меня там, в этой ситуации домашняя будет благодать, у меня развергнутся окна небесные, финансовых благословений, у меня будет, а потом смотришь, он свидетельствует, думаешь, слушай, Галилуя, то есть вот эта уверенность, убежденность, внутреннее я, которое внутри этот человек имеет, то есть это то состояние, которое нам надо жаждать иметь, потому что это важно нам принципиально, и интересная мысль, как бы я читая, о этой женщине, такая, как бы мне закралась, думаю, интересно, она увидела об Иисусе, то есть 12 лет мучилась ситуацией, и отец, который тоже сын-то, долго мучился, но здесь он, получается, пришел к ученикам, они не помогли, и в нем не появилось никакой даже, как бы, уверенности, такой убежденности твердой, Иисус, только ты мне поможешь, вот он, я ждал тебя, когда ты придешь с горы, помоги мне, но он говорит с Иисусом, с таким, мы читаем, понимаем, что такая, Господи, ну помоги, мы ему не верим, фактически не верю я, вот что вообще что-то, а эта женщина 12 лет, все, все потеряла, и она внутри только увидела Иисуса на горизонте, только услышала, внутри ее поднимается, вот этот вулкан уверенности такой, она просто идет, понимает, что могут и побить ее там, если бы узнали, в каком она состоянии, то есть, в болезни своей, что она среди толпы, пооскверняла всех, кому прикоснулась, вот, ну так оно было, если мы читаем законы, и тому подобное, понимаем, что она не имела права войти в толпу и прикасаться, все люди, кому она прикоснулась, они все осквернились, вот, и они, когда, представляете, ей надо было рассказать перед всеми, понимая, что вот я сейчас рассказываю, и кто-то, может, и не выдержит, и сразу же начнет бить, или кричать, или что, но она прикасается, и получает исцеление, вот эта уверенность внутри ее, деяние, еще одно местописание, которое я прочитаю, это деяние, 14 глава, 8, с 8 стиха, нам повествует, тоже интересная история, и когда я читал, думаю, ну просто удивительно, как так можно увидеть даже, написано, что в Листре, город Листра, Павел, то есть там проповедовал, некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром, от чрева матери своей, и никогда не ходил, написано о нем, он слушал, слушал, говорившего Павла, Павел проповедовал Евангелие, он слушал его, который, и Павел, то есть который взглянул на него, увидел, что он имеет веру для получения исцеления, я не знаю честно, как он увидел, но этот человек так верил, что он, когда взглянул на него, он понял, что он имеет веру на исцеление, и Павел, написано, что он сделал, он сказал, когда он увидел его, он сказал громким голосом, тебе говорю, во имя Господа Иисуса Рисества, встань на ноги твои прямо, и он тот час вскочил и начал ходить вера такая уверенность что даже в глазах его она была видна вот эта уверенность друзья это удивительно размышляя вот на все вот эти ситуации я для себя я делюсь тем что для себя какие выводы я сделал я понял что вера и неверие это состояние духа души и тела человека даже глазами человек показывает что он он верит телом вот понаблюдав за человеком мы можем увидеть верит он вообще в бога ведь доверяет он богу или не доверяет поговорив с человеком мы прикоснемся к его душе поговорив с ним мы поймем верит он бога или не верит или неверием он живет как увидит дух в духе веру его я думаю что в духе вера видна для духовного мира помните семь сыновей скевы одного священника я вообще удивляюсь как вообще священник научил сыновей своих изгонять бесов и чьим-то именем но суть как ситуация как она была они сгоняют как говорят мы повелеваем тебе без во имя иисуса христа которого павел проповедует выйди из этого человека без им говорит слушай я иисуса знаю павел мне известен а ты кто такой и они как дали ему прямом смысле когда ли этим священникам или он дал этим священник один по моему безда как избил и сорвал с них одежда и голые я уже как-то говорил представляете голым мужем сейчас голову мужика выброси выгони на обозрение как-то его унижить в то время избитые он их побил муж мужчина тих сорвал с них одежду и выгнал из этого дома и они избитые головы оказались перед людьми униженные полностью их неверие оно очевидно в духовном мире и когда ты молишься за кого-то если в тебя в сердце неверие духовный мир он даже не шевелится даже не воспринимает и может сказать тебе если ты услышишь но если кто-то услышит в неверие молясь он может услышать а кто ты такой кто ты такой что ты здесь молишься и что-то сотрясаешь воздух своей молитвой поэтому дорогие друзья это повод жаждать желать веры божьей внутри себя чтобы бог духом святым этими мехами своими раз то есть усилил веру внутри нас чтобы мы стояли в вере в упование знали бог живой он мой господь он мой спаситель я в нем спасен я в нем облечен силой властью я хочу вам напомнить что евреям послание евреям 11 глава с 1 и ниже стихи мы не будем их читать но я хочу напомнить что там говорится о том что верой благодаря вере в сердце твоем мы познаем и мы верим то что века и все создано им и не кем другим именно верой вот здесь когда ее нету тогда у тебя слушай там наверно что-то взорвалось оно каким-то образом саккумулировалось и она родилась и так далее но вера внутри человека она говорит есть мой отец мой создатель образователь он создал все видимое и невидимое и он сказал она появилась верой мы повинуемся богу мы способны повиноваться так как он ожидает и его сердце она радуется тебе вы помните авраама авраам говорит бог говорит авраам пойдем со мной и он что делает он собирается и я вспоминаю свою юность когда бог не горит поехали в сибирь я такой сижу и господи куда сибирь но это белоруссия в среднем куда в сибири а у меня только родился денис которого мы в армию отправили да у него все великолепно там он служит уже почти полгода стрижет солдат парикмахером заделся ему говорят солдаты слушать тебе горит круто быть этим барман небо барман да барбер вот барбером извиняюсь к тебе вы горит барбера димбелей там равняет стрижет на дембель отправляет знаете однажды иисусу а ему было восемь месяцев иисус говорит поехали со мной в сибирь и я говорю господи но помолившись и когда он меня утвердила вот эта уверенность пришла внутри меня говорю да господь я понял мы взяли чемоданы нам вслед смотрят плачут представляете плачу вот одни служители горит слушай юра ты хочешь портфель пастырский мы тебе дадим я говорю братья о чем вы горите а я не проповедовал вообще то есть ну был просто помощником и но был но я шел потому что бог меня звал когда ты имеешь внутри веру бог скажет тебе поехали на камчатке ты встанешь и поедешь куда бы тебя не позвал скажет поехали в сочи поехали так однажды он тоже меня в сибири говорит поехали сочи я куда честно для меня тоже было это определенным испытанием потому что я смутился когда посмотрел фотографии адлера то есть меня смутил я говорю господи я столько не имеет денег чтобы жить там для меня это было тоже определенным таким стопором он сказал нет поехали и другие были ситуации которые как бы были подтверждением вера в него веры в него мы приносим жертву лучшую вы помните каин и авель почему авель принес жертву лучше чем каин вера в него она его сделала и его жертву сделала той угодной приятной отцу веры в него мы имеем жизнь вечную и мы говорим вновь и вновь сегодня еще один день моей бесконечной жизни потому что наша жизнь на земле она перетечет ту жизнь вечную навсегда с богом в том удивительном бытие который ожидает нас там благодаря вере в иисуса христа благодаря вере мы получаем силу для своего исцеления для своего чуда помните ян с петром петр и иоанн идут утром по обыкновению на молитву как некоторые с утра еще кто-то спит может только раз одевается кто-то по обыкновению уже едет церковь и они с утра прям ехали в церковь и шли вот и человек хромой от чрева матери сидит возле этих красивых ворот и просит милости они проходят возле него интересно там написано они такие проходят остановились ну-ка взгляни на нас он так смотрит с надеждой там написано он смотрел с надеждой в надежде что они что-то дадут ему денег дадут просто но они среди этого они увидели веру они говорят в слушать денег нету у нас серебря но то что имеем даем во имя иисуса христа встань и ходи он скачала начал плясать ходить и там шок такой произвел среди людей вера вера и он потом петр говорит вы чё смотрите на нас когда люди вокруг собрались говорили вас удивлялись он ведь вы чё смотрите вера которая от него которая в него она дала вот эту силу для этого чуда поэтому вера 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 верой получаем откровение от христа а христе петр до окровей откровение христе верой является щит от стрел лукавого и последнее что я хочу сказать верой мы обитаем на этой земле как на чужой верой еще раз повторяю мы обитаем на этой земле как на чужой потому что только верующий в иисуса христа он верит его словам которых иисус говорит земля это не твое пристанище это временный твой дом твой дом на небесах он сказал я ухожу если бы там не было бы готова он горит я сказал бы что я пойду приготовлю и вернусь много но там все готово и поэтому человек верующий он ходит на и по этой земле он живет занимается бизнесом занимается благотворительностью расти детей школа садик и так далее но его сердце не здесь его сердце там на той в той родине небесной родине и поэтому дорогие заканчиваем второе послание коринфам павел говорит 13 главе 5 стихом испытывайте самих себя уверен ли вы уверен ли вы в какой вере я во что я верю чем я живу давайте дорогие друзья мы встанем давайте мы помолимся друг о друге иисус 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 мы поклоняемся тебе в этот час мы говорим спасибо тебе дорогой потому что благодаря вере в тебя благодаря вере в тебя бокс святой сын божий мы приобрели спасение надежду радость и спасение и все тем моменты верующего человека мы имеем внутри себя мы жаждем небес мы жаждем чудес мы жаждем благодати мы жаждем того времени когда ты грядешь за нами господь но мы здесь стоим и славим тебя умножь нас вверх мы молимся друг за друга за тех кому может быть он стоит по состоянии неверия сомнения господь во имя иисуса христа раздвини удали господь это неверие дорог тут эти цепи неверия да придет уверенность да придет твердая убежденность что ты господь его чтобы быть верующим как ты сказал однажды они неверующим во имя иисуса молились во имя иисуса аминь